привет и на данном уроке мы познакомимся с тобой с чат gpt мы научимся правильно работать запросами которые мы ему будем отправлять я с вами разберу несколько основных запросов и покажу как они работают чат gpt это английская нейросеть и лучше всего она понимает запросы на английском языке поэтому рекомендую не писать сразу на русском языке а настроить работу чат gpt для этого мы вводим специальный промпт мы говорим привет я буду задавать вопросы на русском языке а ты переводи и анализируемые вопросы на своем английском языке а потом переводи их на русский язык и выдавай ответы на русском языке в первую очередь это делается если вы используете старую модель gpt 3.5 если вы используете gpt 4 то в принципе данный промпт можно и не водить он будет уже сам автоматически переводить на английский язык и обрабатывать ваш запрос наиболее распространенные ошибки которые люди допускают при использовании чат gpt это неоднозначные или слишком общие запросы либо делают сложные вопросы которые требуют глубокого анализа или научных знаний хотя как правильно делать такие запросы по второму пункту я вам покажу отсутствует контекст неясный язык используется и либо фразы которые имеют двойные значения рассмотрим первый запрос я специального составил неправильно я спросил как создать новый слой в цифровом рисовании он нам пишет ответ но он не понимает какой программе это относится он здесь и photoshop указал и procreate и другие программы поэтому мы переписываем наш запрос и пишем как создать новый слой в procreate мы уже даем направление нашей нейросети и говорим то что новый слой мы будем создавать именно в программе procreate и он нам дает ответ с учетом уже наших требований но здесь надо помнить что он был обучен на данных которые были 2021 году и некоторые ответы могут быть некорректны как например второй пункт потому что новый слой находится верхнем правом углу я ему скажу второй пункт он неправильный он находится верхней части и отправлю и чад g5 уже выдаст вам новый ответ и откорректирует его поэтому первое правило при работе с чад g5 ту информацию которую он выдает ее надо будет перепроверить особенно если вы дальше будете использовать эту информацию вашей деятельности и пока мы начали уже говорить про про create мы можем сгенерировать идеи например я хочу не спросить мне цифровому художнику необходимо разработать групповой проект для занятий по цифровому рисованию в про create и не мог бы ты предложить мне несколько идей он выдает нам ответ и предлагает множество идей для проведения групповых занятий если ответ нам не понравился нам нужны еще идеи мы дальше пишем в описании напиши еще три идеи нам не надо заново вставлять промпт который мы вставили в самом начале мы продолжаем с ним беседу потому что он ее запоминает у данной функции есть конечно ограничения и когда набирается максимальное количество символов он как бы обнуляется и забывает о чем с вами говорит три с половиной там где-то около 4000 символов четвертой версии он уже запоминает намного больше почти в два раза больше далее мы выбираем с вами идею и говорим ему как лучше организовать работу по второму пункту сделать коллективный комикс пишем как лучше организовать работу по второму пункту и отправляем ему запрос и он нам уже более детально начинает расписывать пункт из той идеи которую он сам нам и предложил во время обработки запроса он может остановиться это ничего страшного так и должно быть закончили символы есть кнопочка continue мы на ее нажимаем и он дальше продолжает обрабатывать запрос и дописывает текст если какие-то пункты вы не понимаете либо не знаете как их сделать то мы опять ему задаем опиши нам более подробно второй пункт из данной идеи далее мы будем использовать чат gpt для поиска работы и я вам расскажу как использовать чат gpt для помощи в составлении резюме при поиске работы так как мы с вами переключились на новую тему то нам надо создать новый чат мы нажимаем не чат делаем опять настройку и далее уже будем вставлять наш prompt напиши результативное резюме для программного инженера знакомого java который работал два года в google и яндекс а также получил высшее техническое образование в какой-нибудь университете он нам выдает ответ описывает частично резюме который мы потом можем с вами использовать но нам этого мало данное резюме она конечно не подойдет его надо будет дальше дорабатывать каждый пунктик который он нам дал что нам надо будет сделать я дам ему подсказку и скажу давай добавим например еще имя denis и 35 лет еще возраст укажем а также попрошу переписать данное резюме виде шаблона о поиске работе отправляю запрос не смотрим что он нам выдает теперь у нас есть разделы и есть подраздела уже работать с данным резюме будет намного удобней далее мы можем улучшить это резюме и в каждый раздел добавлять новую информацию для этого нам надо будет писать в описании какой раздел что мы хотим добавить и отправлять уже чат gpt например в раздел образование хотим добавить год окончания учебы поэтому мы пишем добавь в пункт образование год окончания учебы и пишем какой вот например 2008 год написали и отправили далее он откорректирует данный пункт и пришлет как он будет выглядеть как только мы внесем все правки во все разделы мы пишем следующий промпт и попросим его дать нам резюме со всеми правками и он перепишет резюме со всеми правками которую мы с вами в него внесли и как мы видим он добавил и год окончания учебы в разделе образования добавил имя возраст в общем он добавил все что мы его просили далее мы с вами разберем как правильно делать посты ваш блог мы создаем опять новый чат и пишем ему я хочу начать блог о и пишем тематику в данном случае напишу о цифровом рисовании в прокреете и не мог бы ты мне помочь придумать 10 идей для статей которые будут информативными увлекательными и актуальными для моей целевой аудитории он обработал запрос выдал мне 10 идей для статей далее напишу ему напиши мне статью по первому пункту потому что мне понравилась тематика и здесь я смотрю возникла небольшая ошибка даже проблема он стал медленно печатать что мы делаем мы нажимаем стоп и нажимаем обработать запрос еще раз все prompt наш пошел обрабатываться быстрее такое надо бывает ничего страшного ответ готов он нам написал статью на она больше похоже на такую структуру вряд ли вы данную статью сможете куда-то использовать как дальше можно с этой структурой работать мы можем допустим если я выбрал тематику здесь про create я знаю что на сайте про create есть данная информация но она на английском языке и сделано еще виде книжечки сейчас я вам это покажу я перешел на сайт про create здесь в разделе support есть книга с инструкцией по использованию программы принципе такие инструкции есть у каждого сервиса них просто надо поискать я нахожу здесь интерфейс описание это то что касается того пункта что нам дал чад же 5 и ввожу следующий prompt я его прошу теперь я пришлю тебе текст ты его проанализируй и добавь в первый пункт статьи смотрим обязательно как назывался у нас этот пункт он назывался знакомство с интерфейсом мы сюда его вставляем и еще попросим его сделать дополнительную функцию не присылать ответ пока я его об этом не попрошу не попрошу у тебя сделать статью и напишу еще ты понял задачу знак вопроса отправляем чат gpt и он должен нам написать то что он понял что мы от него хотим далее я ему отправляю текст который я скопировал на сайте про create но он мне начинает отправлять ответ я нажимаю стоп и еще раз ему говорю не надо присылать мне ответ просто напиши мне то что ты принял текст и ждешь следующий отправляем он вроде как понял принято жду следующую следующий текст от тебя далее я выбираю следующий раздел раздел например интерфейса копирую и пишу ему вот текст кавычки и в кавычки текст и опять у нас не понял останавливаем и давайте мы сделаем чуть по-другому откорректируем и тогда вот эту вот строчку не надо присылать мне ответ и напиши то что он просто принят будем вставлять тогда в каждое наше описание чтобы он больше не ошибался скорее всего это минусы как раз модельки три с половиной на четыре такого не происходит поэтому я напишу вот следующий текст открывая кавычки вставляю текст и оставляю эту строчку не надо присылать мне текст в конце все теперь у нас будет запрос отработан правильно он написал принято жду следующий текст от тебя опять мы копируем последнюю строчку переходим на сайт про create и я еще добавлю про apple pencil я скопировал текстовочку в описании вставил и отправил ему теперь когда мы ему дали контекст в виде текста сайта про create мы можем теперь его попросить составь нам статью по первому пункту и отправить ему запрос также не забываем название данного пункта это знакомство с интерфейсом и еще можно дополнительно его попросить на всякий случай раз он не очень нас понимает используя текст которую мы ему присылали чтобы он об этом не забыл лучше написать побольше и более подробно prompt чтобы потом не переделывать я отправил запрос и он нам теперь пишет уже хорошую подробную статью которая будет актуально потому что мы всю информацию брали с официального сайта про create можете остановить и почитать что у нас получилось у нас есть здесь и интерфейс и и жесты есть основные жесты описаны они здесь текст составлен очень хорошо он отлично подойдет для статьи есть настройки интерфейса и есть интерфейс apple pencil то есть все что мы ему скармливали далее мы рассмотрим как он может заменить работу сценариста для этого мы пишем упронт я хочу разработать рекламный ролик для продукт пишем какой продукт и можешь ли ты дать креативные предложения для для его основной темы он нам дает какие-то предложения то что нам нравится мы ему говорим распиши первый пункт более подробно и еще здесь маленький нюанс мы ему пишем укажи еще тайм код чтобы он он разбил сам ролик по временной шкале далее он нам пришлет сценарий где будет указаны отрезки времени в какое время что надо снять и смонтировать это очень удобно не от тему классно пользоваться особенно если надо сделать какой-то большой ролик на 5-10 минут не обязательно может быть рекламный ролик это может быть ролик по той деятельности которые вы занимаетесь это может быть короткие ролики например для reels либо shorts в ю тубе и так далее еще один классный момент мы можем попросить сделать хэштеги для данного ролика и еще написать для какой социальной сети например для youtube я ему отправляю и он нам сам создает уже хэштеги которые мы будем потом использовать в описании это очень удобно и я в принципе всегда данной функции gpt пользуюсь рассмотрим самый мой любимый раздел это составление писем например есть классный запрос он выглядит следующим образом я стремлюсь упростить свою переписку по электронной почте с помощью заранее разработанных шаблонов отправляем ему он у нас спрашивает уточняет детальки мы ему пишем например меня интересует там сколько стоит курс и когда начало курса ну допустим это частый вопрос которые мне задают и он нам составил пример шаблонов которые мы можем использовать под каждое сообщение то есть сколько стоит курс такой шаблон когда начало курса такой шаблон стилистика здесь будет официальная далее у меня была как-то ситуация ученик купил курс три месяца назад потом через три месяца пишет мне то что он не успел пройти курс всего лишь открывал один урок хочет вернуть полностью все деньги причина у него нет времени хорошо я обратился к чат g5 написал ему такой запрос все конкретно ему расписал с деталями и договор оферта сюда вписал все только там писал и пункт и все запрос был более длинный и детальный сейчас я сделал более простенький запрос и попросил его помочь он мне написал официальное письмо моему клиенту и как я уже говорил здесь в первоначальном запросе можно было добавить и пункт договора оферты например он сразу был вот здесь прописал и еще какие-то мелкие детали и имя сразу ввести в общем много много данных суда еще можно было добавить первоначальный запрос и он сделает официальное хорошее письмо после прочтения данного письма я думаю клиента уже не останется никаких вопросов например другая ситуация нам надо составить официальное письмо в техническую поддержку каком-нибудь иностранного сервиса у меня как-то был бан в социальной сети реддит это американская социальная сеть ветки прокреет метам забанили я написал чат g5 вот меня забанили ветка вот так она называлась помоги мне составить официальное письмо в техническую поддержку письмо получилось очень классное я у отправил на официальную почту реддит потом получил ответ меня разбанили и спасибо чат g5 что составил такое классное письмо тоже данную функцию используйте составить слоган для g5 это тоже не проблема мы пишем up prompt создай броски и запоминающийся слоган для моего продукта и описываем свой продукт дописываем который отражает его суть и привлекает целевую аудиторию он начинает нам присылать различные слоганы мы пишем еще еще он присылает еще если мы не хотим писать много раз еще мы пишем напиши сразу 10 штук и он напишет вам 10 штук из которых вы потом сможете выбрать свой также с помощью чат g5 мы можем с вами создать пошаговое руководство например напиши мне удобное пошаговое руководство для начинающих о том как похудеть за 30 дней он вам распишет по пунктикам как можно это сделать но давайте усложним немножко ему задачку и напишем сделать пошаговое руководство например как выучить язык python за две недели при этом мы еще попросим разбить на дни на неделе и еще дать нам ответ виде таблицы чтобы нам было удобно его изучить да чат g5 он умеет составлять таблички таблички делает классные но g5 4 делает еще более крутые таблички если вы будете его использовать там все более удобно но принципе три с половиной тоже хорошо с этим справляется здесь мы видим у нас есть день 1 день 2 из 1 2 неделя есть то что мы в каждый день должны выполнить какую задачку и дальше можно как все работать мы можем брать день неделю и сказать напиши мне про одиннадцатый день второй недели информацию чтобы мы ее могли изучить и он вам даст какую информацию вы можете изучить даже не обязательно куда-то лезть и и и искать книги и рассказы очень классная функция 5 мы можем с вами делать какие-то короткие рассказики на любом языке и делать еще в стиле каких-нибудь известных авторов например я ему сказал напиши мне короткий рассказ не более 1000 символов в стиле стивен кинга кто стивен кинга читал вы можете поставить на стоп почитать какой рассказик он сочинил мне рассказ понравился он получился короткий но у нас есть начало серединка конец все как положено и еще и в таком мрачном стиле стивен кинга ну и конечно всех интересует как заработать с помощью чат g5 ну давайте допустим мы сделаем запрос дай мне 10 идей как заработать на цифровом рисовании здесь конкретику указываем мы пишем не просто дай мне 10 идей как заработать он начнет из разных областей вам писать идеи мы пишем именно в той области где вы допустим эксперт он дает нам 10 идей мы выбираем ту которая нам ближе всего и продолжаем далее общение g5 мы пишем давай по 10 пункту разработаем план график для реализации этой идеи и отправляем запрос g5 он распишет нам достаточно детальный план ну скорее всего опять структуру и если что-то мы здесь будем не понимать например определите свою целевую аудиторию то нам в первом пункте указал да мы не знаем что это такое целевая аудитория как правильно определять данную целевую аудиторию и как уже догадались нам надо у него спросить мы делаем запрос и пишем как определить целевую аудиторию которого нам написал в первом пункте и он опять же из то что сохраняет весь предыдущий наш диалог знает о чем его спрашиваем расписывает нам по пунктикам как правильно определить свою целевую аудиторию и далее если нам какой-то из этих пунктов будет опять непонятен мы него будем уже спрашивать объяснить она вот этот пункт ну и так далее копирайтинг тоже классная вещь допустим нам надо сделать статью в блог не знаю куда-нибудь еще там статью мы находим англоязычный сайт с какой свежей информации если нас все устраивает мы копируем текст и просим чат gpt перефразировать данный текст и составить нам статью в принципе плюс-минус то же самое я вам показывал когда обрабатывал про create мы заходили также на сайт про create копировали туда вставляли и он нам делал там инструкцию по интерфейсу то же самое в копирайтинге мы можем находить сайты нужную нам информацию и попросить его перефразировать только здесь уже будут небольшие нюансы например мы будем вводить чтобы данный текст он например был понятен для людей в возрасте допустим от там 16 там до 45 лет и он на перефразирует с учетом уже возраста нашего читателя если нам этого будет мало и нам надо будет проработать например вопрос как эту статью подать например детям то мы с вами укажем другой возраст и попросим переписать статью и сделать ее понятной для детей например до 10 лет и он опять перепишет статью но уже под тот возраст которую мы его попросили опять же вы можете станет видео и почитать что он нам прислал здесь реально может ее ребенок уже понять о чем идет речь на кстати родителям на заметку как вы можете своим детям объяснять сложные вещи если вы сами эту например не умеете уйти сложный текст и просите перефразировать его под своего ребенка также чат gpt можно использовать для генерации сложных паролей для этого мы ему пишем prompt создаем не сложный пароль не менее 12 символов и он нам пришлет сложный пароль со всеми правилами правилами по информационной безопасности там будет и специальные символы и регистр будет учтен все но такой пароль наверно будет запомнить очень сложно мы можем попросить сделать такой же например сложный пароль но чтобы его было легко запомнить он нам его пришлет но скорее всего на русском языке поэтому мы далее напишем на английском языке все три слова и отправим он нам переделает и пришлет уже сложный пароль на английском языке программирование чат gpt программирование стало намного проще допустим вот например я использую блокноты через коллаб и там часто бывает код python вписан который запускается и мне интересно узнать что он вообще запускает ну точнее знаю что он запускает ну я хочу например с ним поработать и узнать о больше информации и я его прошу помоги мне разобраться с кодом поэтому пишем тот язык программирования которую мы будем ему давать чтобы он сразу понял что это за язык в принципе он и сам поймет что это за язык но лучше в промпте нам все детально расписывать мы ему пишем помоги разобраться с кодом python что он делает что он выполняет безопасен ли он ну и так далее можно еще какие-то дополнительные вопросы задать и прислать ему сам код мы ему пишем вот код двоеточие в двоеточие вставляем весь код который я скопировал и он нам описывает что данный код делает он все расписал верно он запускает в обуви среди коллаб какие файлики там есть что он делает отписал что в принципе это и безопасно ну и так далее и вообще сложно работать свежим кодом кто пишет то что ты не знаешь что он там вообще пишет поэтому мы можем дальше еще с ним поработать я хочу у gpt спросить а найди мне в коде строчку где идет загрузка моделей для нейросети стейбл diffusion данный блокнот который открывал он запускает нейросеть стейбл diffusion и он нам выдает ту строчку кода который там есть и что самое интересное он нам еще выдает ссылки которые там были в которых вшит вшиты точнее модельки мы можем перейти проверить так ли это я нажал ссылочку и перешел точно так же здесь создан блокнот среди google коллаб и здесь расписаны все модели которые загружаются с помощью виджета это классно также он может вам помочь и создать какой-нибудь свой код если его попросить об этом еще чат gpt классно использовать как переводчик то что он переводит намного лучше чем google допустим вот есть книга гарри поттер я возьму часть отрывочек из книги скопировала и попрошу перевести сразу скажу что модель gpt4 она переводит лучше чем gpt3 с половиной я вам это покажу здесь мы сразу устанавливаем границы в нашем запросе я говорю то что ты gpt ты будешь профессиональный переводчик то есть я даю ему уже конкретную задачу чтобы он понимал кто он я так и пишу ты профессиональный переводчик с английского на русский язык и вот тебе там первое задание переведи текст и отправляем ему в кавычках английский текст он начинает его переводить и для чистоты эксперимента давайте попробуем тот же самый текст например первые два раздела данного текста перевести с помощью google переводчика я отправил в google переводчик текст он получился конечно как всегда корявый потому что все предложения здесь не согласованная как всегда давайте я скопирую ставлю вот сюда в gpt чтобы мы могли сравнить что нам дала модель к три с половиной а что нам дал google переводчик опять же можете остановить видео и посмотреть как переводит gpt и как переводит нам google разница здесь конечно колоссальная но перевод конечно три с половиной он тоже далек от идеала давайте я покажу как переводит модель g5 и 4 данный текст напомню что дикте 4 она доступна пока только у кого есть подписка подписка стоит 20 долларов в месяц но скорее всего как только выйдет какая-то новая модель g5 g5 4 будет доступна уже всем и бесплатно давайте сравним g5 4 и g5 3 с половиной никакой видите g5 4 он конечно будет переводить намного лучше есть грехи конечно еще в переводе но данная модель g5 4 как переводчик работает очень круто и именно на данной модели g5 4 сейчас создаются очень многие приложения переводчики платные конечно переводчики потому что за подключение копии g5 4 тратятся реальные деньги и данный урок он подошел концу и хочу дать еще несколько советов при работе с чатом g5 так как информации в базе чата g5 очень много очень много различных и модели баз и мы должны в промке ему помогать мы должны направлять его в том направлении экспертном в котором мы его спрашиваем например если мы берем тему копирайтинга мы ему пишем ты копирайтер и тебе надо написать текст для статьи все мы уже его запрограммировали он уже будет понимать что я полез в ту базу где изучал этот копирайтинг и будет уже писать нам текст исходя из того как это пишут ну настоящие люди которые в данной профессии работают и дан данный запрос промт он работает со всеми специальностями ты например программист ты копирайтер ты художник художник в таком-то в таком-то стиле но не так далее то есть первое что мы делаем мы его программируем в ту среду в которой мы задаем ему вопрос в принципе вы сами видите как он строит структуру статьи далее эту статью уже можно будет дорабатывать по каждому пунктику и каждый пунктик он уже будет детально расписывать опять повторюсь как специалист по копирайтингу если вы будете его спрашивать что-то из 2022 23 года то помните то что данной информации у него нет и он вам может просто наврать и придумать сам поэтому нужен будет контекст давать ему информацию почитать проанализировать и уже потом с данной информации работать и задавать какие-то свои вопросы и делать статьи книги рассказы а если вы программист то делать кодинг там свой в принципе вы всегда можете его так дообучить получается на этом урок я заканчиваю не забывай подписаться на канал поставить данному ролику нравится если он тебе зашел и до новых встреч до новых встреч